Добрый день! Вас витает служба информации телерадио компании Гомель. У студии для вас працует Наталья Игнатенко. Сегодня в Гомельской области завершается регистрация кандидатов у депутатов Палаты представников национального схода Республики Беларусь 6-го скликанья. А круговые выборчые комиссии проводят посяджение и принимают кончатковые решения. Одно из них отбылось у администрации Новобелецкого района. Я его наведал на зиральник администрации СНД. На посяджение круговой выборчой комиссии Гомельской новобелецкой округи номер 36 по выборах депутатов Палаты представников было огучено, что пакеты документов подали 5 человек, которые имеют намер вылучиться кандидатами у депутаты. С другого жнивня по сёняшний день представленные ими документы проходили проверку розными державными службами. Утымлику податковыми организациями, держаутоинспекцией и милицией. Выники проверок подвели миновито на этом посяджении. Заходячи с этого, было принято решение об просвоении вылученцам статуса кандидатов у депутаты. Подтвердили достоверность сведений все проверяющие организации. Кроме того, существовала проверка подписных листов. Два лица, намеревающие стать кандидатами у депутаты, подали пакеты документов, содержащие подписные листи. В результате проверки также были выявлены незначительные помарки, которые не препятствуют этим лицам стать кандидатами у депутаты. С 12-го дня люди, которые получили статус кандидата у депутаты, смогут начать агитационную работу. До речи, агитационный этап будет продолжаться по 10-го вересня. Нагадаем, выборы депутата у Палаты представников национального схода Республики Беларусь 6-го скликанья призначены на 11-го вересня. До других тем. Медики раят обовязково проверять усе дары лесу. Наверное, собранные в экологично чистых местах не могут поддерживать повышенные дозы радиации. Накольки активно прислуховываются до этой парады жихары региона, высвятлял Алексин Церову. Хоть на дворе селета и не ведьмец прияло росту грибов, але они в лесе все-таки есть. Правда, уживать их бесконтрольно медики не рают. Узровень радиации их, зразумело, уже не такие высокие, как одразу после Чарнобыльской катастрофы. Але ее, сдольные на лесе, шкоду здоровью. Быда и самая небеспечная в сенсе накопления радиации – так званый польский гриб и масляки. Особливо, коли их сбирают каля дорог, где негативный уплыв, оказывающий и великий поток машин. Увогули тут гэты дары лесу могут утримливать десятки шкодных речев. Быда и самая небеспечная, за ких ртуть и свинец. Причем об их наявности в организме люди доведываются только про некольких годов. Прикладно стойки, что придется чекать, покой одновный уплыв окажут, и непосредственно невеликие дозы радиации. У меня дети, внуки любят грибы покушать. Так я ради просто здоровья, ради безопасности, чтобы быть спокойным. Проверяем часто. Правда, таких святомых людей не вельмешмат. Некоторые навод просят вернуть им грибы и ягоды, узровень радиации у яких у некольких разов превышает нормативы. Причем на враче размыва в таких выпадках идет самостойной утилизацией. Очень за все такие дары люди будут выживать сами, те, что еще больше верогодно некому реализуют. И не сейчас право, что зараз от поведенной проверки в районах излучайно ожитивляются только у местовых центров гигиены, у городах и на некоторых рынках. Специально ввести сюда грибы и ягоды, же хоры от дальних везок не будут, а открывать тут новые радиологичные пункты летятся нерациональным. Не фиксируем такого наплыва, чтобы население обращалось бы с каждым годом больше и больше. То есть стабильно, вот если брать областной центр, это в количестве 50 человек за неделю обращается сегодня по вопросу исследований дару леса на Цези-137. До речи, негативный уплыв невеликих дозрадиаций можно продухилить. Для гэта комедики раюсь уживать борщ лимону, морку и пить натуральный виноградный сок. Да помогут и ягоды, а не только не те, которые сами утромливают небеспечные дозы. Олег Сентеров, Валерий Капанько, телерадио компания «Гомель», Реческий район. Дарыч и говорка об проверках дару лесу, санитарным стане населенных пунктов и неякостных продуктах харчаванья сегодня подел в программе «Деалог». Свои пытания можно задать головному урачу Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья Александру Тарасенко. Глядите программу «Деалогу» у промым эфиры на телеканале «Беларусь-3» сёня у 19.01.20 хвилин. Нумер телефона у студии – 77.68.45. На пляце войсковой части 55.25 отбылося закрытье другой змены военно-патриотичного лагера «Граница». На протягу минулых девяти дзен яго удельниками были 25 навученца у правтых в училища. Усеяны приехали из разных кутков Гомельщины, а гульная ж помеже метое, что усеяны потребуют повышенной уваги дорослых. Одны с хлопцов стоять на улику у инспекции по справах неполнолетних, інши выховываются у семьях, які знаходятся у социально небеспечным становищи. На девять дзен подлетки змянили звыклое место жихарства на солдатские казармы. Займалися строевой, медицинской, химичной подрыхтовкой и в уголе знайомились с основами войсковой справы. Поспели проявить себе у спортивных поборництвах и наведать культурные установы областного центра. В опошний день лагера самые активные хлопцы отримали от организаторов подяки. Классно было, много было экскурсий разнообразных. Были экскурсии в МЧС, в Асвот ездили. Ну, бывала экскурсия в СИЗО, в церковь еще ходили, по музеям. Мне лагерь привил дисциплину и проявил интерес к спорту. Жанучая сборная по баскетболе на Олимпиаде у Ре-де-Жанейро у драматичным матчам перемогла сборную Бразилии. Выняковый ликсу встречи 65-63. Гэтая перемога заховала шансы наших спортсменок на выходу плей-офф-турниру. Варта значит, что одним из лучших на плясуце были гамельчанки Алена Левченко и Анастасия Вераменко. А напереде у сборной Беларуси вызначальная встреча с турчанками 11-го жнивня, а затем с фаворитами группы аустралейками 13-го жнивня. А сегодня увага прыхильника у спорту будет прикована до споборництва у велосипедистов. У 16-го день по беларускам часу боротьбу за медали включаются представники Гомельской области Константин Силцов и Василь Кириенко стягоносец в беларуской сборной. Сегодня пройдет индивидуальная гонка с раздельным стартом. Мужчинам нужно будет передолять больше за 50 километров. В конце липени у литовских тракая отбился чемпионат света по веслованне на байдарках и каное сирот ветеранов. На этом престижном старте отзначились гамельчане. И они не раз поднимались на пьедестал гонору. Сосветный чемпионат у тракая выдался масштабным. Каляча 350 спортсменов с 30 краин. Самым молодым удельником было кряху за 30. Верхние взрослые мяжи нема. Масштабным был форум и по именах. На старт выходили минулые чемпионы света, Европа, олимпийских гульнов. Так что на пьедестал пробиться было непросто. Сергей Яшин привез с осветного форума пять узнагород. Золото – четыре серебра. Золотые один серебряные медали завоеванные у Миксте. Яшетры узнагороды, сдабытые у рейтинговых заездах. А тому яны мают великую цену. Своя медальная шестя на чемпионате Сергей Яшин почал с байдарки одиночки. У заезде на дистанции 2000 метров ян стал другим. Раз некольких годин разом с яшедным гамельчанином Аркадем Плешниным ян вышел на старт заезду двоек на той же дистанции. Дуэт с Гомеля показал другий час. Однако самый каштовный Сергей Яшин лишить узнагороду завоеванную у споборництвах Чацверок на двухкалометровой дистанции. До тандема Яшин-Плешнин долучились Геннадь Смяженников и Юрий Толкачев. У финалах этот квартет заступил только немецкому экипажу. Команду четверку создать как и в профессиональном спорте так и ветеранском очень тяжело. Конкуренция сумасшедшая и подобрать равное количество грибцов чтобы могли держать длинную дистанцию очень тяжело. Спасибо ребятам они выдержали прошли экзамен. просто здорово. Ветеранский спорт ничем не одрознивается от профессийных. Любые перемоги это выник кропотливой и долгой працы. Подрыхтовку до чемпионата света у гамельчане пошлили еще минулой осенью. Этот сезон и я и ребята работали просто как никогда потому что уровень выступлений ведущих атлетов очень высокий. В среднем чтобы вы понимали за тренировку полтора часа ребят перелопачивает 90 тонн воды. То есть две тренировки 180-200 тонн то есть 5 выгонов. Не каждый выдержит а соответственно и не каждый становится чемпионом. В уголе для этих весляров спорт не хобби а ладжитян. У своей 57 и 59 годов отповедно Сергей Яшин и Аркадь Пляшнин могут дать форум многим молодым. Да и не скажешь что это статные хлопцы а мальпенсионеры. Это стиль жизни. Хобби уже закончилось. Потому что как дня без тренировок уже плохо. Уже чувствую себя не в своей тарелке. Уже тянет на воду. Зимой у нас тоже практически без выходных мы тренируемся. Залы сухие, тренажерные залы, бассейн плавательный. Чемпионатом света с поборницкий сезон для спортсменов не заканчивается. Теперь Сергей Яшин и Аркадь Пляшнин возможно нарыхтуются до чемпионата света по марафону и серьезно мают намер стать лепшими на 20-ти километровой дистанции. Тем более, что в опыт есть. У актыве гомельского тандема золота европейского чемпионата по марафону. Максим Савин, Евген Побловец, Игорь Марышенко, Телера до компании Гомель. Гэты, а так сама. Иншые новины Гэтым выпуск завершены. У студии працывала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги жыдаем вам плённого дня. До новых сустречу эфиры.